Открыли заседание торжественно из поздравления. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин вручил медаль Марии Мамыкиной за вклад в развитие местного самоуправления. Стаж работы на благо города более 30 лет. Когда я пришла сюда 30 лет назад на работу, мои учителя сказали мне самое главное – работать честно, работать профессионально, так, чтобы тебе не было стыдно жить в этом городе. Мне кажется, я с этой задачей справилась. Численность населения города на 1 января 2013 года составляла 159 880 человек. По сравнению с данными переписи 2002 года, население увеличилось более чем на 20 тысяч. Увеличение произошло в основном за счет миграционных процессов. На территории Анапы сейчас проживают представители 86 национальностей, поэтому особенно важно сохранять баланс добрососедских отношений. Особое внимание, по словам заместителя мэра Сергея Козлова, необходимо уделить работе с молодежью. Сейчас разрабатываются и действуют муниципальные программы, направленные на сближение молодежи разных национальностей. С докладом выступил начальник управления по обеспечению деятельности администрации Валерий Королев. Специалисты администрации, актив национальных культурных объединений и сотрудники правоохранительных органов проводят профилактику конфликтных ситуаций на межнациональной почве. В соответствии с поручением главы муниципального образования Сергея Сергеева, летом был проведен социологический опрос среди населения по вопросам межнациональных отношений. Среди опрошенных всего 5,7% респондентов заявили, что затрудняется ответить о наличии конфликтов на национальной почве, что можно говорить о максимально возможном участии или тотальной соглашенности граждан в такие вопросы. Показатели отсутствия конфликтов на национальной почве равны 45,6% не дуэт оптимистического прогноза при 35,7% по так называемому редкому присутствию прогнозу и почти 13% признающих, что конфликты происходят часто. В сумме это получается 48,7%. Исполняющий обязанности начальника управления по делам молодежи Владимир Тельнюк доложил о профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. Систематическую работу в этом направлении проводят в Центре патриотического воспитания молодежи Ратмир и в Молодежном центре 21 век. Ежемесячно проводятся совещания с руководителями подростково-молодежных, военно-спортивных и военно-патриотических клубов, где обсуждают вопросы толерантности и межэтнического согласия среди молодежи с показом презентации фильмов и видеороликов. За период января 2011 года по 10 октября 2013 года было проведено 108 мероприятий, направленных на профилактику этнического экстремизма. И эти мероприятия посетило 38,727 человек. Один из методов профилактики экстремизма в молодежной среде – альтернативные занятия. Например, спорт, туризм и активный отдых. За 2011 года было проведено 197 спортивных и туристских мероприятий. В них приняли участие более 40 тысяч молодых людей. На заседании выработали решение – увеличить число мероприятий, объединяющих представителей разных национальностей, конфессий, неформальных групп, активнее пропагандировать этническую толерантность и гармоничные межнациональные отношения среди жителей города-курорта Анапа. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.